В художественном училище имени Малютина открылась традиционная выставка «Отчет». На ней представлены работы преподавателей и студентов за прошедший год. В экспозиции около 200 картин, большую часть которых выполнили молодые авторы. По словам организаторов, уровень работ как студентов, так и педагогов с каждой выставкой повышается. Они учатся друг у друга, а значит растут вместе. Как сказали Слава Дородали, художник не бойся совершенства, тебе его не достичь никогда. Но стремление к этому и есть основа развития и, в общем-то, роста художника. И рост мастерства студентов позволяет нам почувствовать и понять, насколько мы растем сами. Если этого не происходит, значит мы уже теряем способность к преподаванию и теряем право на это. Студенты работы своих преподавателей в целом довольны, хотя написать их портрет решились далеко не всем. Основной часть экспозиции занимает пейзаж родного города. Портреты из контекста несколько выбиваются. Они написаны кистью самих педагогов. Я выбрала портрет сестры, потому что мне это ближе, мне это более знакомо. Потому что портреты преподавателя, они могут и не позировать, они могут и не сидеть. Это даже проблематичнее. Зато общение с преподавателем проблем не составляет. И более того, необходимо в процессе обучения. Здесь идет разговор как с другом, а не как больше с преподавателем. У нас отношения комбинированные. Это дружеско-педагогические отношения, которые помогают развитию, помогают дальнейшему росту. Но, разумеется, очень многое приходится брать самой, извне. Надо саморазвиваться. А на саморазвитие требуются финансовые затраты. Быть художником в наше время – удовольствие дорогое. У нас проблемы везде и всюду, начиная от стипендий, которые невысокие у учащихся. Мы не можем выплачивать социальные стипендии, у нас просто нет такой возможности. Мы не можем дополнительно поощрять студентов, которые, в частности, у нас организуют не одну выставку. Огромное количество денежных средств нужно, чтобы купить холсты, чтобы купить краски, инструменты, все материалы, какие необходимы. В конце концов, доехать до училища. Некоторые студенты просто не могут доехать до училища иногда, потому что бывают такие случаи, у родителей нет денежных средств. Выход сотрудники видят один – повышать статус из училища в Академию художеств. Тогда финансирование будет осуществляться уже не из областного бюджета. Планы не амбициозные, а вполне реальные. По итогам последней Всероссийской художественной выставки 2012, училище Малютина вошло в шестерку лучших учебных заведений России. Нина Сардейска, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.